У нас свое представление о том, как придет победа, сколько людей ее разделят, какой будет политическая партия или кем будет кандидат. У Бога другие представления, а мы его слушаем. Готовы ли мы признать авторитет его наставления и измениться настолько, чтобы своими глазами увидеть Божью победу? Для меня это еще не ясно. Я не знаю, хотим ли мы этого. Некоторые из нас отчаянно стараются вернуть все, как было до начала карантинов и ограничений. У Бога есть для нас что-то лучшее. У Него есть для нас лучшее будущее. Я верю, что у Него есть лучшее будущее для наших детей. И лучшее будущее для нашей страны. Я очень рад нашей новой встрече. Наша тема сегодня — святость, особенно с точки зрения Бога. В Библии есть поразительные слова. Без святости никто не увидит Бога, поэтому здесь нет вариантов. Мы много говорим о рождении свыше, спасении, обращении. Я верю во все это. Но без святости никто из нас не увидит Господа. Для меня это тоже вызов. Я не хотел бы просыпаться с мыслью «сегодня слишком святой». Так я точно что-то потеряю. Нам нужно понять и принять библейский взгляд на то, что такое святость. Начну с 38 главы книги Иова. Вы помните историю из книги Иова? Иов был исключительно праведным человеком. Бог сказал, что подобного Иова не было на всем лице земли. «Сатана попросил разрешения поразить Иова и забрать все, что у него было». Бог сказал, только душу его не трогай. «Но что бы ты ни сделал, ты не сможешь забрать его уверенность во мне». Сатана стал действовать, и Иов сильно пострадал. Затем Бог сошел, чтобы поговорить с Иовом. Этот отрывок я и хочу зачитать. 38 глава с 1 стиха. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей омрачающий провидение словами бессмысла? Припояшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все Сыны Божии восклицали от радости». Потрясающее местописание. Рекомендую вам перечитывать его, чтобы размышлять над его содержанием и стараться понять точку зрения Бога. Его великолепие и славу. Понять, кто он такой. Это поможет вам смириться перед ним и признать его как Творца и Создателя всего. Мы поговорим о точке зрения Бога. Самое важное — понять, что Бог не такой, как мы. Он не ограничен тем, чем ограничен мы. Ни нашей силой, ни интеллектом, ни ресурсами, ни связями. Ничто из этого не ограничивает Бога. Мы не сможем доверять Ему по-настоящему, не сможем отдать себя Ему, чтобы стать святыми, пока не осознаем, что Божья точка зрения превосходит нашу собственную. Я назову вам несколько аспектов точки зрения Бога и надеюсь, что Дух Святой поможет вам начать всецело доверять Богу. Начну с того, что с точки зрения Бога нет ничего тайного. Нет ничего, что сокрыто от Него. Он знает, что лежит во тьме. Он знает, что содержит в себе будущее и знает все, что вы отчаянно стараетесь ото всех утаить. В 4 главе Евреям, 12 стихе сказано, «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Все обнажено и открыто перед Его очами. Мы многого не знаем. Мы живем в такое время, когда обман и манипуляция умножились до невероятных масштабов. Сложно понять, чему верить, кому верить и какому источнику информации доверять. В такое время важно помнить, что от Бога ничего не сокрыто. Он знает абсолютно все. Мы можем Ему доверять, приблизьтесь к Нему, а не уходите от Него. Я добавил бы сюда второй аспект Божьей точки зрения. Его Слово, данное нам с вами, освещает нашу жизнь. Оно освещает путь, по которому нужно идти. Если вы примете Его Слово как истину, оно поможет нам понять, куда ставить ноги, куда возложить свое время, кому можно довериться, чтобы ощутить стабильность в неспокойное время. 118-й Псалом, 104-й стих. «Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Чем нам помогает Слово Божие?» Скажите. Оно освещает нам путь, когда вокруг тьма, обольщение, манипуляция. Слово Божие помогает нам их распознать. Вам не нужно извиняться, стыдиться или расстраиваться, чтобы приняли истину Слова Божьего. Я понимаю, что сегодня очень многие восстают против Слова. Эти люди утверждают, что вам не хватает интеллекта и логики, или вы, возможно, недостаточно информированы. Я изучаю Слово Божие всю свою жизнь. Никогда не извиняйтесь за то, что вы верите Словом. Третий аспект Божьей точки зрения – именно Бог создал высокую жизнь. Бог создал высокую жизнь. Не путать с одноименным продуктом компании Миллер. Настоящую высокую жизнь создал Бог. Если вы знаете только ту высокую жизнь, которая создана компанией Миллер, я говорю вам, что есть путь намного лучше. У меня есть стих, доказывающий, что это не просто мое мнение. Это Исайя, 55 глава, 8 стих. Бог говорит «Мои мысли, не ваши мысли». Вам нужно размышлять над этим не только, когда мы собираемся здесь. Божьи мысли – не мои мысли. Подумайте, какие мысли в основном вас занимают. Какие мысли вас пугают, страшат, вселяют дискомфорт и отнимают у вас сон. Если заменить эти мысли Божьими, вы обретете мир, уверенность, надежду, силу и здоровье. Бог сказал «Мои мысли, не ваши мысли». «Мои пути, не ваши пути». Я не хочу, чтобы Бог подстраивался под мои пути. Я хочу подстраивать свое поведение под Богом. Я хочу, чтобы мой характер все больше отражал его характер. «Мои мысли, не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших». «И мысли мои выше мыслей ваших». Я приглашаю вас к высокому уровню жизни. Божья перспектива поднимет уровень вашей жизни, она не опустит его. Не свыкаетесь с имитациями, не ведитесь на обольщение. Если бы у нас был открытый микрофон, чтобы говорить истину, нам было бы неуютно из-за тех моментов, когда мы поддавались обольщению, за которым последовало разочарование, отчаяние, разбитость и боль. Если мы будем слушать Бога, Он поднимет на новый уровень нашу жизнь и даст удовлетворенность, покой, цель и радость. И все это правда. Хочу сказать еще об одном аспекте Божьей точки зрения. Он связан с тем, что сказал Бог о последнем времени. Мы приближаемся к завершению века. По моему мнению, это время уже началось. Бог сказал, что придут насмешники. Скептики были всегда, всегда были люди, отвергающие точку зрения Бога. Она была им неинтересна, они ничего не хотели слышать. Но очевидно, что мы приближаемся к завершению века, и духа лжи будет только усиливаться. Во 2-м послании Петра 3-й главе сказано, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, прежде всего... Это значит, приоритеты... Прежде чем думать о чем-то другом, думайте об этом. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Над кем они будут смеяться и потешаться? Над такими, как вы. Над теми, кто верит, что Иисус – Сын Божий, кто верит, что Бог сотворил небо и землю, и все, что в них... Кто подчиняет свою волю, воле Божией, кто принимает библейскую точку зрения, в том числе и на сексуальную сферу жизни человека. Ругатели явятся... Правда? Ну, кто бы мог подумать. Бог знал это. Так почему же мы удивляемся? Потому что плохо знаем Слово Божие. Явятся наглые ругатели, поступающие по своим похотям. Они хотят унизить Бога, чтобы оправдать свое поведение и нечестие. Они говорят, где обетование, пришествие его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божием небеса и земля составлены из воды и водой. Они игнорируют истину. Ложь — это утаивание истины. Такие люди не хотят знать истину. Встречая таких людей, знаете, они делают это, чтобы оправдать свои злые намерения. Петр предупреждал нас об этом. Вспомните, что он об этом писал. Мы будем в безопасности, если будем помнить слова пророков и повеления, данные нам Иисусом Христом. Давайте уделим пару минут тому, чтобы узнать, как Иисус пользовался Писанием. Думаю, будет уместным сказать, что жизнь Иисуса была плодотворной. Справедливое высказывание? Я тоже думаю, что да. Об этом можно не спорить. Хочу рассмотреть пару отрывков о том, как Иисус использовал Писание, сталкиваясь с нападениями и обвинениями из-за того, что поручил Ему сделать Бог. Начнем с 4 главы Матфея. Тут сказано об искушениях Иисуса. Он крестился, затем направился в пустыню, где постился 40 дней. Сатана пришел, чтобы лично искушать Иисуса. Наглость сатаны просто не укладывается в моей голове. Евангелие от Матфея, 4 глава. Сатана говорит, если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Иисус ответил, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Затем Сатана говорит, если ты Сын Божий, бросься с храма. Ангелы тебя поймают. Иисус ответил, не искушай Господа, Бога твоего. Чуть ниже Иисус говорит, «Отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служим». Первым искушением, которое Сатана приготовил для Иисуса, было сомнение. Только представьте, как Сатана говорит Иисусу, если ты Сын Божий, он же прекрасно знал, кто такой Иисус. Он знал Иисуса во всей его славе, но он видел его во всем великолепии небес. Он точно знал, кто такой Иисус. Однако он пришел с тем же искушением, с каким наведывался в Эдем. Там Сатана подошел к Адаму с вопросом, «А подлинно ли сказал Бог?» Он подверг сомнению слова Бога. Сегодня он проверяет эту тактику на нас с вами. Думаешь, Бог и правда сказал «нет»? Может быть, сказав «не делай», он имел в виду «не слишком часто»? Или когда Бог сказал «делай так», он не имел в виду именно это? Может, он говорил это в общих чертах? Тактика сатаны не изменилась. Он старается вселить сомнения в наше сердце. Если бы Сын Божий, Иисус одинаково отвечал ему на каждое искушение, написано, «Не тратьте время на мысленные споры со злом. Не спорьте с демоническими силами. Не посвящайте свои мысли и эмоции неправильным вещам, стараясь их переосмыслить или оспорить. Познавайте истину, которую произнес Бог. Не спорьте. Просто отвечайте Писанием. Ваши эмоции подстроятся, ваши мысли тоже встанут на место. Если вы знаете, что должны простить и пытаетесь это сделать, примите решение простить и выразите это своими словами. Если твердо держаться этого решения, ваши эмоции подстроятся, а обиды, горечь и гнев уйдут». Точно так же, столкнувшись с искушениями в сфере, которая чем-то вас привлекает, выбирайте истину Божию и отвергайте искушения. Ваши эмоции последуют за вашим решением. Ваши мысли тоже изменятся. Иисус показал нам пример. Он научил нас эффективно пользоваться мечом Духа. Озвученные вами слова помогут вам соответствовать Слову Божьему, сказанному в вашу жизнь. Нам лишь надо повиноваться. Сознательно или бессознательно, мы по привычке наделяем властью информацию, которую получаем. Анализируем ли мы ее источник, соответствует ли она вашему мировоззрению. Нам нужно хранить свое сердце открытым для Духа Божьего, чтобы Бог мог изменить нашу личную статус-кво, чтобы Он мог принести перемены в нашу жизнь. Мы хотим быть открытыми и жаждуть перемен, иначе мы потерпим крушение. Богу не нужно на вас кричать. Научитесь слышать Его спокойный, тихий голос. Я хочу быть открытым для Божьей точки зрения. Я хочу наделить авторитетом те голоса, которые Бог приводит в мою жизнь. Они побуждают меня прислушиваться и содействовать Богу. Библейский персонаж Гидеон услышал голос Бога. Его призыв прозвучал довольно неожиданно, но Гидеон отлично справился и услышал наставление Бога. Благодаря этому он смог найти нужных людей в нужном месте, достойно вооружился, одержал победу, которая изменила жизнь всего народа. Нам нужно также слушать Господа. Даже если нас мало, мы должны быть готовыми находиться в нужном месте в нужное время, готовыми к победе, после которой мы скажем, только Бог мог дать нам такую победу. У нас свое представление о том, как придет победа, сколько людей ее разделят, какой будет политическая партия или кем будет кандидат. У Бога другие представления. Слушаем ли мы Его? Готовы ли мы признать авторитет Его наставлений и измениться настолько, чтобы своими глазами увидеть Божью победу? Для меня это еще не ясно. Я не знаю, хотим ли мы этого. Некоторые из нас отчаянно стараются вернуть все, как было до начала карантинов и ограничений. У Бога есть для нас что-то лучшее. У Него есть для нас лучшее будущее. Я верю, что у Него есть лучшее будущее для наших детей и лучшее будущее для нашей страны. Я не плачу о том, что позади. Я радостно смотрю вперед. Но будем ли мы слушать Господа? Примем ли мы перемены, которые Он нам несет? Или будем настаивать, чтобы сначала изменились окружающие? Исайя, 40 глава, с 28 стиха. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Каким же будет ответ? Наверное, нет. Что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это правда. Если мы устали, если наши силы иссякли, значит, мы надеялись не на Господа. Когда мы надеемся на Господа, Он обновляет нашу силу. Мы пойдем и не утомимся. Сегодня вечером, выходя из холла на улицу, я заметил молодую маму с тремя детьми. Двое из них были в коляске, а третий бегал вокруг. Какое-то время я шел рядом, пока третий ребенок без устали носился туда-сюда. В нем было невероятное количество энергии. Я бы не выдержал. Но Бог дает терпение в нужное время. Вы можете бежать и не утомляться. Отдайте власть над вашей жизнью Богу. Он приведет вас куда нужно. И последний аспект Божьей точки зрения. Не забывайте, что вера связана с вечностью. Мы говорили о святости. Святость указывает нам на вечность. Ваш срок завершится. Время выйдет. Время закончится. И в общем, лично для нас, оно тоже однажды закончится. Однако святость поднимает нас над временем совершенно другую сферу существования. Если говорить о святости, нам нужно понимать, что дает нам возможность вести жизнь в святости. Библия говорит, что это вера. Вера связана с вечностью, а это секрет выносливости. Вера помогает нам видеть невидимое. Я понимаю, что это парадокс. Как видеть то, что невидимо? Нужно смотреть вовсе не своими обычными глазами. Если вы принимаете решение, руководствуясь только пятью органами чувств, тогда в вашей жизни нет веры. Есть другой набор факторов. Есть другой набор критериев. В этом случае органы чувств роли не играют. И это не глупо, небеспечно и даже не иррационально и не логично. Это другой канал информации. Евреям 11.27 «Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Как можно видеть невидимое?» Как Моисей смог посмотреть сквозь время и увидеть Иисуса? Откуда он узнал? Верой. Вам тоже нужно начать ставить приоритет Бога и слушать Его, чтобы различать с потоки информации в своей жизни и целенаправленно больше времени и внимания уделять тем потокам, которые укрепляют вашу веру. Подумайте о своей точке зрения и своем месте в общем уравнении и займите то место, где вы сможете лучше слышать Бога. Бог покажет вам такую перспективу, которая поможет вам увидеть свою жизнь и Божьи цели в этом мире с Его точки зрения. Тогда вы станете инструментом невероятной ценности, а вы станете Божьим служителем. Это вас поднимет. Это не поднимет вас над борьбой, над суетой мира. Это не уведет вас с арены страданий, но это наделит вашу жизнь значимостью и целью и даст результат, который превзойдет все, что вы себе представляли. Потому что все выделенное вам время вы сможете двигаться вне времени с Божьей точки зрения и всю вечность радоваться победам. Они будут одержаны на вашем пути, и это того стоит. Оно стоит того. Бог ищет. Его глаза обозревают землю, чтобы найти мужчин и женщин, чьи сердца вполне преданы ему. Я хочу быть одним из них. Я намерен быть одним из них. Я еще в процессе, но я в процессе, и у меня есть молитва по этому поводу. Аллилуйя! Не знаю, сможете ли вы прочесть ее в таких сумерках, но сейчас я хотел бы, чтобы вы встали. Надеюсь, эту молитву выведут на экран. Вы готовы к переменам? Или вы сидите здесь прохладным мартовским вечером, готовы к чему-то другому, может, к чашке чаю? Например, согреться. А вот я хочу меняться. Я хочу следовать за Господом. Я хочу увидеть, как Он делает то, чего я никогда в своей жизни не видел. А вы? Уверен, вы тоже. Итак, вставайте. Не смотрите на других. Если мы изменимся, Бог будет действовать. Давайте молиться. Если вы смотрите нашу программу, вы тоже можете повторять эту молитву вместе с нами. Давайте. Скажите так. Небесный Отец, пробуди меня для своих вечных целей. Дух Святой, подари мне понимающее сердце, чтобы я так распоряжался своими днями, дабы они были приятны тебе. Пусть твое царство станет для меня реальнее, временных вещей. Я хочу ходить в святости и праведности и угождать тебе. Прости мне дни, которые я потратил в пустую по той или иной причине. Пожалуйста, веди меня по путям праведности во имя Господа и Иисуса Христа. Аминь и Аллилуйя. Пусть Бог обильно благословит всех вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Здравствуйте, я пастор Аллен. Хочу коротко обратиться к вам. Мы переживаем период невероятной нестабильности, который, вероятно, начался с вируса и еще не закончился. Недавно на США обрушился снежный шторм, и жизнь миллионов из нас подверглась влиянию погодных явлений. Однако это не в нашей власти. Иисус пришел на эту землю, чтобы показать нам силу Божию. Честно говоря, мы не уделяем этому должного внимания. Мы ходим в церковь, знаем, когда встать, когда сесть, знаем припевы песен, но мы должны научиться молиться. Молиться так, чтобы привлекать силу Божию в нашу жизнь. Я подготовил небольшой и очень полезный инструмент под названием «Сегодня я буду». Здесь есть 30 молитв на каждый день, сопутствующее местописание, рабочий блокнот, куда можно записать ваши молитвы и размышления о том, что происходит в вашей жизни. Мы должны научиться стоять в вере по-новому. Это необходимо и мне, и вам. Вместе мы изменим этот мир ради Царства Божьего. Цели Бога осуществляются, когда Его народ молится. Библия говорит нам молиться непрестанно, но иногда это сложно. За ваше пожертвование мы хотим выслать вам книгу пастора Аллена «Сегодня я буду». 30 дней молитвы. В ней много молитв, стихов из Писания и мест для записей, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. В книге есть блокнот, куда можно записывать ваши собственные молитвы. Также у нас есть кое-что особенное для тех, кто пожертвует 40 долларов или больше. Это набор подставок из черного мрамора и дерева, на которых выгравирована надпись «Бог мой, скала моя». 17-й Псалом, 3-й стих. Они будут напоминать вам о Божьей верности каждый раз, когда вы будете их использовать. Вы можете сделать пожертвование на нашем веб-сайте или позвонить по номеру телефона, который указан сейчас на ваших экранах. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.